с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 6 сентября и сразу же у родившихся в этот день 1757 год в этот мир приходит мари-жозеф-де-лафайет французский маркиз генерал американской армии в войне за независимость английских колоний в америке в 1766 году родился джон дальтон английский химик и физик он установил что атомы одного и того же химического элемента имеют одинаковые свойства ввел понятие атомного веса и составил первую таблицу атомных весов элементов произошло это в 1803 году ну а чуть ранее в 1794 он впервые описал дефект зрения который получил название дальтонизма в 1928 году рождается евгений светланов российский советский дирижер композитор пианист народный артист ссср главный дирижер большого театра с 1965 года в течение 35 лет художественный руководитель главный дирижер государственного академического симфонического оркестра год 1937 рождается геннадий шпаликов советский сценарист кинорежиссер и поэт который получил известность благодаря созданию сценариев для драмы марлена хуциева застава ильича для лирической комедии георгия донелия я шагаю по и написанию для нее заглавной одноименной песни а я осенняя трава летящие по ветру листья но мысль об этом не нова принадлежит к разряду истин желание вечное гнетет травой хотя бы сохранится она весною прорастет и к жизни присоединиться в 1940 году родился иозас будрайтис литовский актер и общественный деятель в 1973 году родился юрий шатунов солист некогда безумно популярной среди подростковой аудитории группы ласковый май после распада коллектива уже лет 15 а то и 20 как юрий выступает соло он увлекается компьютерными играми и принимает участие в виртуальных гонках но теперь о некоторых событиях этого дня 1872 год в берлине встречаются три императора германский вильгельм 1 австро-венгерский франц иосиф 1 и российский александр 2 кстати племянник того самого вильгельма саммит как теперь бы мы сказали продолжается шесть дней встреча положила начало так называемому союзу трех императоров стороны декларировали взаимные дружеские отношения приверженность к сохранению статуса кво европе и конечно же волю к обузданию революционных смут а в 1935 году адольф гитлер выступая на нюрнбергском партийном съезде где перед трибунами промаршировали 54 тысячи немецких юношей так формулирует воспитательные критерии нацизма нам не нужны интеллектуальные упражнения знания разрушительно для моей молодежи по нашему мнению молодой немец будущего должен быть сильным ловким резвым как борзая гибким как кожа и твердым как круповская сталь конец цитаты 1936 год учреждается почетное звание народный артист ссср первыми его были удостойно 13 человек среди них станиславский немирович данченко качалов москвин ну а последними в 1991 году его получат алла борисовна пугачева и олег иванович янковский 1939 год в ленинграде открывается 1 в россии государственный профессиональный театр именно эстрады здесь регулярно концертировали джазовые коллективы леонида утесова и олега лунстрима начинала свой долгий творческий путь клавдия шульженко ну а сама сцена театра также помнит марию миронову александра минакера его зал слышал голоса александра вертинского леонида кастрицы лидии руслановый а в 1944 году на этой сцене начинал свой триумфальный путь на эстраде театр миниатюр под руководством самого аркадия райкина 1948 год в москве торжественно открыто посольство израиля израильско-российские дипломатические отношения начинается ранее в сорок восьмом году было открыто посольство в центре московского района за москворечье на улице большая ордынка в 67 связи между двумя странами были прерваны по инициативе советского союза после начала так называемой шестидневной войны ну а все возобновилось полностью в октябре аж 1991 года в это же время было открыто российское посольство в тель-авиве 1970 год палестинские террористы захватывают четыре пассажирских авиалайнера один в каирском аэропорту объединенная арабская республика египет два в аэропорту доусонсфилд и ордания и один аэропорту хитроу лондон 9 сентября террористы захватят в ордане еще один авиалайнер 19 они взорвут три самолета в орданском аэропорту 30 сентября террористы освободят оставшихся в живых заложников после того как великобритания фрг и швейцария выпустят всех арестованных палестинских террористов 1983 год в мадриде подписывается заключительный акт европейского совещания по безопасности и сотрудничеству в котором правительство берут на себя обязательство продолжать процесс мирного урегулирования споров и главное уважение прав человека начаты как известно еще хельсинки в 1991 году по результатам референдума почти 55 процентов ленинградцев высказываются за возвращение исторического названия города санкт-петербург 6 сентября 1991 указом президиума верховного совета рсфср оно было возвращено а 21 апреля 1992 года внесено в конституцию рсфср съездом народных депутатов страны на протяжении 90-х годов и в начале 21 века в речи некоторых людей старшего поколения продолжает встречаться прежнее название ленинград в то время как из речи людей помоложе она исчезла практически мгновенно но и те и другие еще часто говорят и просто питер 1997 год похороны принцессы дианы трансляцию смотрит рекордное число телезрителей аудитория во всем мире составляет два с половиной миллиарда человек и этим все сказано но еще в одном событии подробно швеция 1702 год северная война в плену русских захвативших крепость маринбург оказываются 18-летняя девушка и местный пастор по фамилии глюк дочь лифлянского обывателя самуила сковронского марта была у него служанкой плененная красавица попадает к александру меньшикову ну тому самому там и увидит ее петр первый тот самый приняв православие лютеранка марта становится екатериной алексеевной потом императрицей екатериной 1 она проживет с петром более 20 лет идиллия их отношений рухнет в одночасье причина камергер екатерины вилли монс брат бывший пассии петра из немецкой слободы анны монс петр переживает казненного по его приказу соперника всего на два месяца ну а измены екатерине он так и не простил с вами был николай пивненко в проекте дата